Друзья, всем здравствуйте! Вы смотрите канал Политека. Мы, как всегда, вас рады видеть и очень надеемся, что это взаимно. Благодарим вас за ваши комментарии, за вашу поддержку, за то, что пишете. Ну и также, друзья, на ваши вопросы наши уважаемые эксперты готовы давать ответы. И сегодня нам в этом поможет прекрасный гость Константин Бондаренко, с вами на связи. Константин Петрович, здравствуйте! Здравствуйте! Константин Петрович, я предлагаю с вами начать с заявлений Александра Григорьевича Лукашенко. Он сказал о том, что образовался некий туцванг. Не они, украинцы, не они, россияне. Признал, что продвижение оккупантов все-таки происходит медленное. Ну и призвал Запад сыграть ничью с Россией, иначе Украина прекратит свое существование. Также еще заявил, что формула Зеленского нереальна, Россия не уйдет с занятых территорий. Никто сегодня не хочет воевать, поэтому надо идти к миру. Я знаю настроение военных украинских, российских, им уже эта война надоела. Начать со Стамбульских соглашений, это не значит, что в результате переговоров будут приняты эти парафированные сторонами соглашения, но с них можно начать, сказал Лукашенко. Лукашенко. В целом, как вы считаете, к чему этот был призыв, почему он прозвучал сейчас, что может значить? Ну, вы понимаете, дело в том, что Александр Лукашенко является одним из наиболее опытных и наиболее, скажем так, понимающих ситуацию президента. В данной ситуации с ним сложно не согласиться. Действительно, война зашла в тупик. Война зашла сегодня в ту ситуацию, когда стороны фактически бодаются за каждую маленькую деревеньку, за каждый клочок земли. Мы понимаем, что трехмесячное продвижение в рамках сравнительно небольшой территории на Донбассе, это не является признаком большого успеха российской армии. А что касается как раз украинской стороны, она не может сегодня продемонстрировать какие-то наступательные действия и не может похвастаться каким-то успехом уже с конца 2022 года. То есть после Херсона, после того, как российские войска ушли из правобережной части Херсонской области, после этого украинских войск практически не было серьезных успехов. Что касается Лукашенко, то в данной ситуации, да, он говорит о том, что необходимы переговоры. Но дело в том, что на сегодняшний день ни Россия, ни Украина не соглашаются на переговоры. Россия фактически выдвигает требования, которые можно назвать ультимативными, это фактически, с их точки зрения переговоры о мире, это капитуляция Украины однозначно. Что касается Украины, она дальше наставит на том, что только выход на границы 1991 года может стать приемлемым результатом войны для Украины. Хотя в последнее время Зеленский уже не столь категоричен. Хотя я считаю, например, что это утопия подобного рода цели. А утопия что именно вы имеете в виду? Я имею в виду выход на границы 1991 года. На сегодняшний день у Украины нет ни ресурсов, ни возможностей для того, чтобы реализовать эту яйцо. Ну и в целом даже мы в данный момент говорим, видимо, о человеческом ресурсе. Конечно, и не только человеческий. Это и финансовый, это и ресурс в плане технического обеспечения, это человеческий ресурс, это целый ряд ресурсов, которые только можно предположить, у Украины их на сегодняшний день нет. А в целом можем ли мы говорить, что, как бы это ни звучало, через Лукашенко кто-то говорит, что это не его только позиция? Нет, это его позиция. Потому что Путин, он неоднократно уже озвучивал близкую позицию, но в данной ситуации Лукашенко говорит именно то, что продиктовано интересами Беларуси. И тут не стоит смотреть на то, что это там, возможно, Путин что-то передает. Путин артикулирует и Путин, и Шойгу, и Довров артикулируют приблизительно то же самое на разных площадках. Я не думаю, что им для этого надо подключать еще и Лукашенко. Тем более, что Лукашенко – это человек, который в меньшей степени завязан на Россию, в большей степени Беларусь сегодня интегрирована в тот миропорядок, который создается Китаем. Это главный партнер Китая в Европе. Ну и поэтому я думаю, что все-таки здесь говорит именно многолетний опыт Александра Григорьевича, а не желание России, словно Александра Григорьевича, озвучьте, пожалуйста, тезис. А вы знаете, я даже не сразу, скажем так, на Кремль подумал, поскольку Лукашенко сказал, что для американцев Китай и Россия – это еще не все противники и враги. Почему-то мне здесь уловились такие китайские нотки. Беларусь на протяжении длительного времени сотрудничает с Китаем даже намного более тесно, в экономическом секторе, в экономических отношениях, чем с Россией, возможно. С Россией больше политически, большое количество совместных заявлений, проектов, озвученных, большое количество встреч Лукашенко и Путина. А вот что касается экономики, проникновения капиталов, влияния на политику Беларуси, здесь необходимо все-таки обратить внимание на Китай. И то, как принимает Лукашенко в Пекине, когда он туда ездит, его принимают как очень дорогого гостя, а иногда по разряду даже выше, чем, например, президента России принимали Лукашенко. Это не именно их замечено, это замечены российские эксперты, которые сравнивали китайский церемониал, китайский протокол, когда прилетал Путин, а потом прилетал Лукашенко. И Лукашенко встречали чуть ли не как родного. Это да. Ну, вы знаете, кстати, из смешного заявления, Лукашенко сказал, что пообнимался с ядерной боеголовкой стратегического назначения. Но тут есть и объятия, все-таки произошли, но, видимо, с Атакамс он обниматься не очень желает, поскольку сказал, что Атакамс очень опасное оружие, так он прокомментировал предоставление США военной помощи Украине. Но в целом, знаете, вот я так смотрю по сообщениям, как говорится, как-то кучно пошла эскалация после провала Стамбула-2. Ну, дело в том, что я бы не сказал, что он уже полностью провален. Он поставлен на паузу. А что касается, да, сейчас эскалация пошла более активно. Более активно, и в этом даже вина, возможно, не Украины, в этом война не Соединенных Штатов, а здесь больше игра Британии, которая хотела бы оставить за собой влияние на эту ситуацию. Британия считает себя главным продюсером этой войны, ну, так почему бы ей сейчас не добиваться эскалации на фронте. Ну, кстати, по поводу эскалации. Константин Петрович, как думаете, куда пойдут Атакамс? Поскольку многие вас как бы так размышляли, Украина сможет установить полный огневой контроль над оккупированной Россией и Крымом? Вы понимаете, что вопрос здесь даже не куда полетят, или не куда пойдут Атакамсы, а вопрос ответа, вопрос бумеранга. Куда прилетел бумеранг? Поэтому я не особо радуюсь самому факту получения Украины Атакамсов, потому что я задумываюсь в первую очередь о последствиях. Мы не в Кире. Мы не в Кире, где одна сторона владеет оружием, а другая просто-напросто выполняет роль мишени. Мы находимся на войне, где стреляют обе стороны, и ответка, с другой стороны, будет очень болезненной и очень неприятной. Каким? А это уже вопрос. Когда был первый прилет по Крымскому мосту в осенью 2022 года, помните, сразу же, вслед за этим, прилетели... По энергетическим объектам прилетели ракеты. Поэтому я не знаю, какой будет ответка. Но она будет болезненной. Будем наблюдать, но, с другой стороны, конечно, пускай этого все-таки не состоится. И очень интересное заявление сейчас мы наблюдаем из Запада. Что США не до конца уверены в победе Украины даже с новым пакетом военной помощи. В этом пишет политику. И здесь, Константин Петрович, у меня возникает два вопроса. Или это высказывание неуверенности в победе в СССР, и в том числе в целом Украины. Или это такое признание Соединенных Штатов Америки, что они предоставили не все необходимое. Нет, дело в том, что это признание военных, американских военных, что не все решается только техникой. Не все решается техническими средствами. Это первый момент. Второй момент, что даже поставив нам это вооружение, они констатируют, что российская сторона вооружена не хуже. И что у нее тоже существует ответ на американское оружие. Ни одно оружие, ни один пакет не может быть панацеей. В данной ситуации мы говорим об усилении позиций вооруженных сил Украины, но не говорим о конкретном преимуществе над Российской Федерацией и над тем, что мы можем сегодня гарантированно ожидать победы. Сегодня ситуация сложилась таким образом, что численное преимущество в живой силе на стороне Украины, но техническое преимущество на стороне России. Ну, кстати, что-то подобное и, скажем, такой некий намек, недавно также и Джон Кирби, он высказал. 23 апреля прозвучали вот такие слова, что Украина все еще не имеет полностью сформированного плана победы над Россией, хотя США будут вести переговоры, чтобы помочь выкристализовать такой план. То есть это тот же намек, как вы сказали ранее, по поводу границ 1991 года. Не только. Дело в том, что для начала необходимо понимать, каким образом Украина будет предпринимать некие действия для того, чтобы выбить Россию из территории Украины. Сегодня у Украины нет такого понимания. Буквально недавно выступал Гуданов, перед этим выступал Зеленский. Они говорили достаточно неуверенно относительно плана. Они говорили, скорее, о тактических шагах. Но наличие большого количества тактических шагов по принципу «даст Бог день, даст Бог пищу» и посмотрим, как мы будем действовать, это означает, что стратегического плана действительно нет. А когда Соединенные Штаты Америки говорят, что они будут вести переговоры, чтобы помочь, не факт, что нам эта помощь понравится. Конечно. Дело в том, что они же будут вести переговоры не только о том, как помочь. Соединенные Штаты договариваются по разным параметрам. Если им завтра вдруг социологи принесут социологические исследования, которые покажут, что Байдену для того, чтобы гарантированно победить, необходимо закончить войну в Украине, любыми средствами закончить, то будьте уверены, что они пойдут на то, чтобы сдать Украину. Константин Петрович, а нет же гарантии, помните, как в одном из интервью Владимир Зеленский сказал, что планы нашего контрнаступления, они были в Кремле еще до начала нашего наступления. А вот когда мы будем с Соединенными Штатами Америки и с нашими партнерами писать этот новый план, что он снова не окажется где-то там, где не нужно? Извините, но планы нашего контрнаступления были во всех эфирах, на всех сайтах, во всех социальных сетях. У нас говорили полгода о планах наступления, о конкретных направлениях этого наступления, о вариантах, что вот можем пойти сюда, а можем пойти сюда, но вот третьего не дано, о количестве войск, которые необходимо задействовать, о том, что вот есть линия Суровикина, и ее необходимо прорвать для того, чтобы двигаться на Мелитополь и отрезать там Крым. То есть это все, это же все обсуждалось. Ну, понятное дело, что только ленивый не собрал бы эту всю информацию, и не собрал бы воедино, и не увидел бы какой-то замысел. Было бы еще понятно, если бы была некая игра на то, чтобы обмануть противника, и условно он ожидает, что мы будем бить на Мелитополь, направление Мелитополя, а мы собираемся ударить совершенно в другом направлении, например, на Белгород, условно. Это я словно говорю. Но дело в том, что контрнаступление шло именно по тому направлению, по тем параметрам, которые были заявлены заранее. Поэтому мы снова должны придерживаться этого известного высказывания, лучше что-то сжевать, нежели бывает... Конечно, конечно. И нечего тут уже на американцев катить бочку, потому что на самом деле надо посмотреть, как у нас наше информпространство было на протяжении действительно более чем полугода заполнено информацией о контрнаступлении. Мы же все ждали контрнаступления. Помните, был такой советский мультфильм «Ограбление по...» В частности, там была такая серия «Ограбление по-итальянски», когда главный герой Марио собирается грабить банк. Он всем сообщает о том, что он идет грабить банк, его уже ждут в банке, ему уже вручают деньги в банке и так далее. То есть все ждут, все живут ожиданием, когда же Марио пойдет грабить банк. Вот приблизительно так у нас было с контрнаступлением. Да, друзья, поэтому будьте осторожны и в ваших высказаниях, и в целом той информации, которая поступает. Ну что же, а как вы относитесь к такой версии? Недавно ее повторил также и азербанжанский военный аналитик Рустам Задея, думаю, вы знаете хорошо такого. И он говорит, что если украинская армия не покажет результат до осени, Украину будут принуждать к миру. Так и будет. Потому что первый раз, первый карбланш нам дали в 23-м году. Мы провалили наступление, провалили контрнаступление. Второй нам дают сейчас, практически, удержать наступление российских войск и перейти в наступление. Хотя нам дали оборонительное оружие. Нам практически американцы не выделяют средства для закупки наступательного оружия. Но нам наступательное оружие на протяжении прошлого года и начала этого года передавали европейские государства. Ну вот, наступательное оружие тоже есть достаточно в Украине. Поэтому очевидно, что перед Украиной поставлена задача. Первое, удержать линию фронта. Второе, выстоять и организовать оборону. Организовать противовоздушную, в первую очередь, оборону и так далее. А третье, это перейти в наступление конкретное. А, кстати, как вы, в целом, это тоже, видимо, из таких серий теорий, но говорят, что тот предыдущий ленд-лист, который был все-таки согласован, он, возможно, был бы намного выгоден, нежели сейчас помощь, которую мы получили совсем недавно. Надо, я думаю, просто с экономистами сесть с калькулятором, посчитать, потому что я сейчас не готов сказать, насколько что было бы выгоднее. Но, по большому счету, 60,75 миллиарда долларов, которые выделены нам, на самом деле это только 13 миллиардов долларов, 13-4 миллиарда долларов, которые придут непосредственно в Украину. Все остальное это лоббистские деньги, которые пойдут американскому ВПК и американским структурам, которые будут потрачены именно на американцев, на американские нужды, но только под предлогом, под соусом, что помощи Украине. Блинкен в это время прибывает в Китае, и вот 25 апреля Блинкен в рамках своего визита встретился с влиятельным лидером коммунистической партии Чэнь Цзином, который сказал ему, что США должны сделать выбор. Между сотрудничеством или конфронтацией. О чем это может говорить? В чем это будет выражен результат, скажем так? Вы не поверите, вчера я ровно этими же словами говорил, когда комментировал визит Блинкена. Я не говорю, что я умнее, чем Чэнь Цзин. Это действительно выдающийся деятель коммунистической партии Китая и китайского государства. Но это на поверхности, это лежит на поверхности, что если Соединенные Штаты хотят сосуществовать в этом биполитете, в монополярном мире, который перестал быть монополярным, они должны перестать настаивать на том, что они единственны, что они должны быть пупом Земли или центром Земли, что они должны быть единственным полюсом и признать очевидные вещи, что мир сегодня разделен пополам и возврата к монополярной системе больше не будет. Вашингтон больше не будет единым центром принятия решений. И исходя из этого необходимо согласовать правила игры на этой планете. Потому как если не согласовать правила игры, если Вашингтон дальше будет настаивать на своей исключительности, уникальности и монополии, то соответственно очень легко перейти к третьей мировой войне. Именно поэтому необходимо либо договариваться о сотрудничестве, сосуществовании двух полюсов, как это было до 1991 года в целом, либо же необходимо готовиться к большим катаклизмам, большой войне. Ну, кстати, это что-то подобное недавно сказал Орбан. Я, кстати, удивился. Мне кажется, что через его слова не так часто мы слышим истину. Но он говорит, что либеральный порядок потерпел крах. На смену ему, по мнению политика, должна прийти новая система международных отношений на основе государственного суверенитета и национальных интересов. В принципе, это как раз и говорит о новом мироустройстве. Конечно. То есть в данной ситуации можно говорить одно, что глобализация, глобализм, которые были мейнстримным течением на протяжении последних 30 лет, потерпел действительно крушение. Как в свое время коммунизм, как в свое время другие течения, политические системы, которые претендовали на определенную монополию в мире. Так что, по большому счету, еще одна мировая революция, которая началась во второй половине 20 века, потерпела крах. И сегодня мы являемся свидетелями того, как мир постепенно возвращается к конкурентной борьбе на основе именно национальных интересов, национальных государств. Ну, это то же самое, как мне кажется, и Сунак, он недавно заявил о помощи для Украины и сказал такую одну из ключевых, мне кажется, фраз, когда заявил о том, что Великобритания, она переходит на военные рельсы. То есть это понимание того, что вот эта конкуренция, ну, в том числе в военном плане, она продолжается во всем мире. Ну, а Лиша Сунак еще одно сделал. Фактически он понимает, что на выборах, которые через несколько месяцев в Великобритании состоятся, консерваторы, скорее всего, уйдут в оппозицию. Ни один социолог не дает шансов консерваторам победить на предстоящих выборах. И именно поэтому он подкладывает минус замедленного действия под экономику своих преемников. Перевести страну на экономику военного режима – это очень быстро, скажем так. Но это ударит по многим отраслям экономики, это ударит по социальной сфере, по самочувствию каждого конкретного британца. Но с этим столкнуться придется уже лейбористам. Ну, кстати, по поводу выбора. Недавно заявил очень так дерзко Макрон, говорит, что Европа не должна быть вассалом США, чтобы выжить. Наша Европа сегодня смертна и может умереть. Она может умереть, и это зависит только от нашего выбора. И много там всего он говорил. Но кто-то говорит, что, ну, теперь будем следить за действиями Европы, получится ли у Европейского Союза вырваться из-под влияния США. Но мне кажется, что здесь есть еще один момент. В преддверии приезда Си в Париж Макрону тоже хочется, скажем так, показать такой китайский привкус и озвучить, ну, китайские тезисы, они же тоже что-то в этом роде схожие. Ну, в данной ситуации Макрон претендует на то, чтобы быть лидером Европейского Союза. И это посыл, скорее, направленный внутрь Европейского Союза к европейским лидерам. И он пытается показать, что он теперь главный в Европе. Он является олицетворением спасения Европы и щитом Европы. Поэтому и звучат такие заявления. А что касается визита Сизенпина в Париж, ну, я думаю, что там будут звучать определенные политические мотивы. Но преимущественно там будет речь идти все-таки об экономике, экономических отношениях между Европейским Союзом и Францией, в частности, и, с другой стороны, Китаем. Константин Петрович, я предыдущих нашей программой призывал задавать вам вопросы. И один из них я увидел, и, пользуясь случаем, как раз озвучу. Мы особо, ну, скажем так, гадать не можем, но просто ваше мнение. Был вопрос по поводу, как вы думаете, будет ли СИП присутствовать, ну, или Китай, по крайней мере, на саммите в Швейцарии? На сегодняшний день это решение не принято. И, учитывая то, что китайская делегация собралась ехать на саммит мира, который будет проходить в Австрии в июле, вот, это совершенно другое действие и так далее, я думаю, что, но без Си Цзиньпина, это будет другой, там, уровень. Ну, вот, я думаю, что они вряд ли всерьез рассматривают то, что будет происходить в Швейцарии. Позиция Китая очень проста. Вот. Зачем собираться для того, чтобы обсуждать только один план, чтобы обсуждать поддержку одной стороны? Если вы готовите мирный план, если вы готовите мирную конференцию, то на ней должны присутствовать обе стороны. А не так, что давайте соберемся, чтобы показать, что мы поддерживаем Украину. Вот. Поэтому я думаю, что сейчас в Китае этот вопрос будет еще обсуждаться, но все будет зависеть от результатов не только поездки Си Цзиньпина в Европу, но и встречи Си Цзиньпина с Путиным. Вот. Она будет достаточно важна. Хотя я на 99,9% уверен, что Китай не будет принимать участие в этом саммите мира. Иначе это было бы таким себе явным демаршем Китая по отношению к своим союзникам, в частности России. По поводу Европы. Недавно было интересное такое решение. Европарламент призвал европейские власти перезнать мартовские выборы президента РФ нелегитимными и недемократическими. За соответствующую резолюцию проголосовали 493 евродепутата. Они призывают наказать организаторов голосования на оккупированных территориях Украины свести к минимуму отношения с Путиным только до тем мира, гуманитарных и правозащитных вопросов. И вот, Константин Петрович, подскажите, а где же грань для европолитика, где Путин это серийный убийца, вор, детей и террорист в международном розыске, а где вопросы мира, гуманитарных, скажем так, тоже вопросов и так далее? Ну, смотрите, давайте говорить откровенно. Было две резолюции. Первая резолюция, которую Европарламент принял, вторая резолюция, которую приняла Парламентская Ассамблея Совета Европы. То есть две резолюции. Ни Европарламент, ни Парламентская Ассамблея Совета Европы, тем более, не являются теми структурами, чьи решения, чьи резолюции являются обязательными к выполнению. Вот. Это скорее себе декларация оппозиции, а не более. Нет более бестолковой и бесполезной структуры, чем ПАСЭ. Вот нет более. Ну, еще может быть ОБСЕ. Вот еще более бестолковая. Потому что, ну, реально, они не могут повлиять ни на что. Они принимают резолюции, эти резолюции зачитываются, все покивали головой и сказали, ну, хорошо, разошлись. Но императивных решений вслед за принятием той или иной резолюции не последует. Потому что, ну, нет механизма их воплощения. Решения в Евросоюзе принимаются либо национальными государствами, либо же принимаются Еврокомиссии. Вот. То есть, каждое государство определяется в зависимости от своих национальных интересов. Главное, чтобы это не противоречило позициям Евросоюза. Второй момент – это еврокомиссары, которые отвечают за ту или иную сферу деятельности, вот у них больше полномочий, больше возможностей для того, чтобы реально повлиять на ситуацию, чем у Европарламента. Так что я бы вот именно подобного рода заявления, ну, так, принимал бы к сведению и не более. Да, там интересные были высказывания о том, что давайте помогать российской оппозиции, ну, такое там и по поводу ВИЗ. Но вот как раз в этом контексте я хочу вас спросить ее об украинской политике. Я его назвал такой камин-аут Кулебы, поскольку, я напомню кратко, с 23 апреля мужчинам мобилизационного возраста за границей пристановили предоставление консульских услуг. И вот сначала это появилась подпись Сибиги, потом «Зеркало недели» об этом рассказала, потом уже поднялся такой ажиотаж в социальных сетях, и на следующий день только Кулебы вышел, сказал, говорит, «Да, это было мое решение, я так считаю, это честно, говорит, что вот те, кто выехали там, сидят и отдыхают, а потом приходят к государству и требуют от этого государства услуг, что это неправильно». Как вы считаете, то, что произошло, чего таким способом пыталась добиться власть, добилась ли она этого, какие будут последствия? Понимаете ли, вопрос честно, справедливо и так далее, это вопрос субъективный. Вот ему так кажется, что это вот так будет честно. Но есть вопрос честно-справедливо, а есть вопрос законно. И в данной ситуации, поскольку он действовал незаконно, он дал моральное право каждому украинцу, который пострадает от этого решения, обращаться в суды, выигрывать суды, однозначно выигрывать суды, потому что тут просто двух разочтений быть не может. И любое незаконное действие, которое кажется справедливым тому или иному политику, это называется волюнтаризм. В данной ситуации Кулеба проявил волюнтаризм. Но для украинской власти это не новинка. Вот у нас волюнтаризм проявляется сплошь и рядом еще с довоенных времен, и Зеленский и его команда, они этим характерны, что им кажется, что так будет правильно, а вот они действуют именно так, как кажется им правильным, а не так, как гласит закон. Во всей этой цепочке я только не вижу ключевого взвена. Почему, по вашему мнению, президент молчит, хотя он как раз к международной политике имеет прямое отношение? Да, президент молчит, считаю, что непрезидентское это дело. И в данной ситуации он не хочет брать на себя дополнительный негатив, хотя его молчание тоже воспринимается многими достаточно красноречиво. Если президент не опровергает позицию своего министра, то, соответственно, он согласен с этим. Молчание – знак согласия. Да-да-да, я вспомнил эту детскую поговорку, молчание – знак согласия, мы помним. В то же время не молчат в Соединенных Штатах Америки, рассказали нам о том, что у нас есть нарушение прав человека, и многое там, скажем так, озвучено. Только, мне кажется, два вопроса были не подняты. Это мобилизация и вопрос церковный, скажем так. О чем он говорит? Что это за сигналы, намеки от Госдепа для украинской власти? Да, это не намеки, а это на самом деле серьезные предъявы, фактически. В условиях, когда Украина находится в двоевластии, фактически, когда свое влияние имеют лондонский обком и вашингтонский обком, ну, назовем так, так в простонародье их называют, вот, Вашингтон попросту дает понять, что он все-таки хотел бы восстановить баланс, точнее, восстановить монополию в Украине свою, и чтобы показать, что без Вашингтона украинские лидеры наделали большое количество глупостей. Хотя, на самом деле, все это решается очень часто куларно. Знаете, был такой деятель, точнее, целая семья Дювалье, вот, на Гаити, вот, и когда, так, старший Дювалье, которого называли в народе Пападок, вот, вдруг уже там погряз в коррупции, в убийствах, в репрессиях, в беззаконии, и Государственный департамент Соединенных Штатов подготовил целый доклад о том, что в Гаити происходят, ну, просто такие вещи, которые абсолютно не сочетаются с цивилизованными нормами, цивилизационными нормами, когда похищают людей, убивают ритуальные жертвоприношения, так называемые тонтон-макуты, которых народ считал вампирами, которые стали там, так, зомби и прочее. Одним словом, когда попросту убивали лидеров оппозиции, это все донесли президенту Соединенных Штатов, он сказал историческую фразу про Дювалье, он сказал, это сукинсы, но это наш сукинсы, поэтому мы будем к нему относиться именно как к нашему. А как вы считаете, можно ли уложить в одну линию, когда из Госдепа приходит этот доклад, а с другой стороны у нас Коваленко, это глава Центра противодействия и дезинформации, говорит, что в Украине нарабатывается законопроект про работу Телеграма, ТикТок и Ютуба. И по факту получается... Извините, но это его работа. Я не знаком с господином Коваленко, но, по крайней мере, я только слышу эту фамилию, но он же должен каким-то образом показать свою значимость. То есть сам Центр противодействия дезинформации тоже показает, что они чем-то занимаются полезным. Как Институт национальной памяти постоянно что-то придумывают, как Институт украинского языка, который там постоянно меняет правописание у нас. То есть у нас существует большое количество тех стран, которым постоянно необходимо доказывать свою нужность, что они не зря проедают государственные деньги. Вот в данной ситуации они решили бороться с Телеграм-каналами, с Ютуб-каналами. Я знаю, что некоторые Ютуб-каналы уже закрыты, заблокированы на территории Украины. Ну, это совсем-то относится с принципами свободы слова, конечно, конституционными принципами, но кто думает о Конституции? Но как это выходит в результате, что мы будем иметь единый Ютуб, единый Телеграм-марафон, единый ТикТок, но при этом страна не едина? А вот это у них такое понятие про единство страны. Вот они считают, что если будет единомыслие, знаете, как в свое время Козьма Прутков написал такой шуточный закон, проект закона обведения единомыслия в России. Это было в 1859-60 году. Ну, вот тогда написали этот шуточный закон. Оказывается, что он актуален для украинских реалий. Мне кажется, не надо единомыслия путать с рабством. Ну, в данной ситуации для них это синонима. Рабство, точнее, скорее, рабство – это один из элементов единомыслия. Сергей Петрович, напоследок довольно интересная реклама, но в то же время, возможно, она о чем-то говорит, об украинских реалиях. Завтра Масика примут. В Киеве появилась реклама самостоятельного заработка для девушек, чтобы не зависеть от Масика, которого могут в любой момент принять. Говорится, что надоело ждать лучшей жизни от Масика, завтра его примут, а ты останешься ни с чем. Подпишись, чтобы научиться зарабатывать собственные деньги, гласит рекламный борт в столице Украины. Судя по всему, тут кто-то говорит, что это такой тонкий намек о мобилизации. Но, с другой стороны, я же понимаю, что Масиком называют зачастую какого-то там парня, мужчину, который, скажем так, имеет гроши. И тут, судя по всему, смысл рекламы в том, чтобы сейчас в любой момент к любому богатому украинцу могут прийти СБУ, ГБР, НАБУ, полиция, вручить ему подозрение по какому-то делу и отправить Масика, видимо, в СИЗО. На современном жаргоне призвать в армию – это не значит принять. Принять – это не отправить в армию, мобилизовать. А вот что касается принять, это действительно вручить пидозру, задержать, арестовать, бросить тюрьму и так далее. Вот это – это принять. Вот это значит. И это такая себе… Это даже не угроза. Это скорее признание реалии, которое существует в сегодняшней жизни. То беззаконие, которое происходит сегодня в стране. Когда никто не гарантирован от того, что его могут сегодня прийти и принять. Условно. Не в зависимости от того, есть у него деньги, нет денег, бедный он, богатый, влиятельный или невлиятельный. Сегодня, более того, чем больше у человека денег, чем больше у него ресурсов, чем больше у него активов, тем легче ему попасть в категорию принятых. Не в том плане, что много званых мало принятых. Нет, в данной ситуации это вот именно очень многих принимают, потом, соответственно, к ним приходят и через адвоката. Говорят, что вот тут передали эту записочку, что у вас вот есть такие-то вот там буровые вышки, вот такие вот заводы, вот такие вот у вас есть там пароходы, вот такие там есть другие активы. Вот вы должны их либо переписать на таких-то людей, близких к офису президента, обычно, либо же вы должны продать, но по сумме, которая в 3-4 раза дешевле рыночной. Что, в принципе, это то же самое, что вот, то есть это сплошь и рядом. И уже не первый месяц это сплошь и рядом процветает в Украине. Я ответственно про это говорю. Я знаю эти случаи. Я знаю конкретных людей, к которым приходили с этим, к которым говорили об этом, и против которых возбуждались дела только для того, чтобы потом им сделать конкретные предложения. Друзья, это реалии нашей жизни, о них мы говорили с Константином Бондаренко. Я напомню, вы обязательно поддержите это видео вашим лайком и пишите в целом ваши вопросы, комментарии, мнения обязательно к этому видео. Константин Петрович, вам благодарен за участие в этой программе, за ваше видение, разъяснение. И до новых встреч на канале Политека. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok